Привет-привет, еще раз добрый вечер. Сейчас мы посмотрим исследователи третьей группы Кружка исследуя сообщества глухих. И они занимались исследованием элиты сообщества глухих. На мой взгляд, это самый интересный и самый в то же время сложный вопрос и проблема. И с одной стороны, ребятам повезло, что им досталась такая тема, которую в России еще никогда не исследовали. А с другой стороны, конечно же, им пришлось очень много поработать. И раньше, и вчера, и сегодня, чтобы они могли рассказать то, чем они занимались. В группу входит Ника Чупятова, Варвара Дзюба, Данила Даня Четверяков и Анна Григорян. Поприветствуем ребят. Я предлагаю ребятам начать, но сказать о теме, которой вы занимались, как возникла тема исследования. А дальше мы дождемся вопросов. Мы начали исследовать элиту сообщества глухих. Элита — это определение. Это особая группа сообщества глухих, которая имеет высший статус, более высокий статус. И это активные деятели сообщества. Их цель — развитие сообщества глухих. И наша цель в этом исследовании заключалась в том, что мы не просто так выбрали эту тему, исследовать элиту. Мы знаем, что в Америке была популярная элита в 1976 году. Стоке рассматривала, изучала эту элиту в 2013 году. И мы изучали тоже эту тему. И нам тоже было интересно посмотреть, какова элита, каково определение этой элиты, какие задачи, и узнать этих людей, элиту, как их характеристики, глухие они или слабослышащие, как они связаны с сообществом, с сообществом, есть ли связи эти или нет. И давайте вернемся и будем говорить про американское сообщество. Мы посмотрели характеристику этого сообщества элиты. Оказывается, что они имеют высшее образование, они достаточно грамотные, они владеют в совершенстве жестовым языком, они очень активно проводят мероприятия, они развивают сообщество глухих. И они из семей глухих, не в первом поколении, и они достаточно известные личности. И вот мы, глядя на это, решили проверить, мы в России такие же характеристики или нет, решили провести исследование. Действительно, в Америке провели свое исследование, а в России мы решили заняться этим самостоятельно. И нам нужно было провести свое исследование. Мы начали с опроса. Представители сообщества попросили указать имена трех человек, которые могли бы с их точки зрения войти в элиту, объяснив им это понятие. И мы опросили 100 человек, 72 из них онлайн, и 28 человек мы встречались с ними вживую и задавали вопросы. И это исследование действительно дало нам 100 различных ответов, и было названо 300 разных имен. Проведя подсчеты голосов по каждому имени, мы определили лидеров среди элиты. Это было 18 человек, которых мы выделили. Как вы помните, наверное, и кто заполнял эту анкету, сделав эту анкету, мы уже для 18 человек подготовили другой вид опросника, в который входили вопросы о том, относятся они к категории глухих, слабослышащих, слышащих кода или кода, об их месте работе, о наличии или отсутствии образования. Также были вопросы о идентичности и что собой представляла идентичность для них, как человек себя идентифицировал и как определял. Например, в Америке существует шкала самоидентификации по английскому это DITS, это аббревиатура, составленная Гликманом в 1993 году. То есть уже в то время проводилось исследование в Соединенных Штатах. В России мы немножечко по-другому подошли к этому исследованию. В 2022 году Михайлова и другие исследователи из Петербурга адаптировали эту шкалу для России, для российских исследований, а DITS предполагает четыре типа людей, как люди относятся к глухоте. И первый тип – это те, кто инфицирует себя со слышащими, то есть это культурно слышащие, есть определенный жест, и им очень важна устная речь, им важно научиться читать по губам, они используют обязательно остаточный слух, и они воспринимают глухих как нормальных, как неадекватно реагирующих людей. И вторая группа людей – маргинальная идентичность. Это люди, которые не знают отнести, к какому сообществу себя отнести, либо к миру слышащих, либо к миру глухих. Они чувствуют себя некомфортно, чувствуют себя изгоями. Третий тип, который мы разобрали, это действительно глухая идентичность, когда человек коммуницирует в своем сообществе только с глухими и отвергает слышащее сообщество. Для этих людей очень важен жестовый язык и владение в совершенстве жестовым языком. И четвертый, последний тип – это биокультурная идентичность. Она предполагала наличие присутствия в двух мирах – и в мире глухих, и в мире слышащих, и возможность коммуницирования в обеих мирах, и отторжения ни одного мира. То есть возможность быть и глухим, и слышащим. И это люди более уверенные в себе, как правило. И вот эти вопросы мы как раз и включили в анкету опросник как раз для именно вот этих 18 человек, названных для определения элиты. Те ответы, которые мы получили, не были подробными и развернутыми, поэтому из этих 18 человек мы пригласили 4 человека для того, чтобы задать им вопросы и побольше узнать о их идентичности, получить ответы на свои вопросы, на которые мы не получили в опросе. И этот опрос, который попало 18 человек, в общем-то мы получили ответы только от 17 респондентов, один человек не ответил нам. И сейчас мы с вами расскажем об итогах нашего исследования, которое мы провели. Есть причина выбора элиты. Да, да, да. Да. Мы, когда проводили опрос и составляли вопросы для анкеты, обращались к сообществу и спрашивали, как вы думаете, почему человека можно отнести к элите? И большинство голосов было отдано за то, что этот человек должен был нести какой-то вклад в развитие сообщества, действительно мотивировать сообщество каким-то образом. Например, это обучение глухих экскурсоводов, либо это развитие и создание новых проектов, в которых были бы задействованы глухие. Безусловно, это развитие доступной среды и возникновение глухих экскурсоводов, как, например, либо ведение экскурсий на жестовом языке. А еще указывали человека, относящегося к элите, человека, которого имеет харизму или какие-то очень яркие лидерские качества, человека дисциплинированного, в то же время умеющего брать на себя ответственность. Человеку с железной волей. И при этом были интересные цитаты. При этом люди не делили, этот человек мог быть членом Бога или не членом Бога. Большое количество ответов было о том, что человека относили к элите по тем признакам, что он должен был очень быть образованным, эрудированным, быть в курсе событий сообщества. И указывали на билингвизм. Билингвизм был тоже очень важен, потому что должно быть хорошее владение русским языком и хорошее владение жестовым языком. При этом был интересный момент, по которому человека относили к элите. Это значит, что человек должен был мотивировать на какие-то свершения представителей сообщества, улучшать таким образом сообщество и давать возможности выделиться другим представителям сообщества. И нам было интересно также более подробно узнать об элите. И мы спрашивали, кто может входить в элиту, слабослышащий, слышащий, либо коды, либо... И по факту получается, что из 17 человек, 10 человек у нас были глухие, и слабослышащих было 7 человек из тех респондентов. И был задан вопрос, еще какой, где родился человек, который относится к элите. И глухие говорили, что элита может быть из разных городов, из Новосибирска, из Тула, из Питера, отовсюду. Но когда мы конкретно спрашивали элиту, то оказывалось, что многие, допустим, из них 11 человек, родились в Москве. Прямо в Москве, в Москве. А 6 человек родились в других городах, но по прошествии какого-то времени переехали в Москву. А сколько сейчас живет в Москве человек? Всего 16 человек из тех, кого мы отпрашивали, а один человек живет в Московской области. И очень важно оказывается то, что огромная наша Россия и очень много регионов, в которых имеется своя элита. И эта элита может влиять на сообщество глухих, но так, чтобы на всю Россию глухие влияли, необходимы ресурсы. Откуда брать эти ресурсы? Нужно, конечно, жить в Москве. Это очень важный момент. И еще был такой вопрос, вопрос связан с семьей. Кто родился в семье слышащих, либо слабослышащих, либо в семье слышащих. И по факту оказывалось то, что в семье глухих и слабослышащих родились 13 человек из опрашиваемых. Четыре человека родились в семье слышащих. И бывают даже такие ситуации, что, допустим, семья, в которой родились дети, родители элиты входят в число элиты, но дети еще не входят туда. И тогда сообщество глухих как-то нужно, не могут включить их. И тогда что сделать? И тогда родители включают своих детей через себя в сообщество элиты, в элиту. И еще что интересно, из этих четырех человек, которые были из семьи слышащих, они могут войти в элиту и могут помочь сообществу в развитии, в развитии этого сообщества к движению дальнейшему, к продвижению. И нам было очень важно узнать, действительно, есть ли у этих представителей элит образования, где они его получали, и мы опросили как раз эти 17 человек и обнаружили, что 16 из них поучились в школе для глухих и слабослышащих, и только лишь один из них закончил массовую общеобразовательную школу. И из 17 человек, 12 человек учились в Москве, в 30-й школе, в 52-й школе, в 37-й школе, в 10-й школе. И пятеро учились в других городах, тоже в коррекционных школах. И нам было интересно, имеют ли эти люди высшее образование. Как оказалось, у 16 из них, из 17 человек, есть высшее образование. Но кроме того, что у этих 16, еще у трех из них, есть ученая степень. И наличие высшего образования было практически у всех, кроме одного, один человек закончил колледж. И когда мы опрашивали сообщество, то было очень мало ответов о необходимости и наличии высшего образования. Как будто бы этот фактор и критерий был бы необязательным для того, чтобы стать представителем элиты. Но исследование доказало, что действительно высшее образование необходимо для того, чтобы попасть в элиту. Потому что без него пробиться и сделать социальную карьеру невозможно. Что еще было нами сделано? Своя идентификация. Мы рассказывали о том, кто такой маргинал. Это человек, который не знает, куда ему, какой себя отнести группе. Группе слышащих к миру, слышащих или глухих. Либо только глухих, либо еще третий тип был тоже обозначен. Так напомните мне. Маргинал. И еще был тип только культура слышащих. Человек, который относится только к культуре слышащих. Другой тип – это бикультурный. Это очень важный момент. Зачем вообще эта шкала нужна? Эта шкала нужна для того, чтобы нам было интересно и было понятно, какой процент этого типа больше присутствует в элите. И в основном получилось, что бикультурный тип, более присутствующий в элите, он дает огромную пользу для сообщества. То есть она, элита, может свободно общаться со слышащими. Как со слышащими, так и с глухими. Со слышащими очень сложно общаться глухим. Они не знают, как находить контакты, что делать с этим. Поэтому элита, элита может помочь. Она знает, как найти контакт, как найти и как можно общаться с сообществом. Еще мы хотели разобрать тот вопрос, чем занимается элита. И хочу сказать, что элита работает не только в параде центрального управления ВОК, но и в других организациях. Например, число 17 человек, только лишь 8 работают в аппарате центрального управления ВОК. И остальные работают в сфере культуры, в сфере образования, в сфере политики. Еще есть люди, которые занимаются в организациях спортивных. И когда мы опросили этих представителей, к сожалению, не так много голосов было отдано за представителей, работающих в сфере спорта. Итак, элита взаимодействует как с сообществом глухих, точно так же и с сообществом слышащих. И элита всегда помогает представителям своего сообщества и работает, как правило, альтрустично, без денежного вознаграждения для своего сообщества. И когда мы стали думать о термине на жестовом языке для элиты, когда мы думали об элите, мы стали подбирать эквивалент на русском жестовом языке. И все 17 опрошенных 8 человек знали с рождения жестовый язык. И когда мы спрашивали элиту и просили оценить свое знание жестового языка по шкале от 1 до 10, то 16 человек оценили себя на 8-10 баллов. А вот один человек оценил себя на 4 балла знания жестового языка. И жестовые имена тоже очень важны для того, чтобы войти в сообщество элитных. И мы посчитали, что когда проводили исследование по жестовым именам, то четвертая часть не имела жестовых имен. А сейчас давайте разберем взаимосвязи внутри элиты. Мы подготовили схему, которую вы можете сейчас видеть на экране. И мы задали три вопроса. Первый вопрос состоял в том, знакомы ли вы с элитой. Второй вопрос состоял в том, близких вы отношениях дружеских с представителями элиты. И третий вопрос, можете ли вы обратиться с просьбой к элите. И когда мы начали исследовать все эти вопросы, мы поняли, что нет никаких тесных связей между этими представителями элиты. Да, они знают все друг друга, но тесных связей при этом нет. И когда мы спрашивали, можете ли вы обратиться к друг другу, были те люди, которые не являлись близкими, знакомыми, они говорили о том, что всегда могут обратиться к кому-то из представителей элиты, потому что они чувствуют себя в статусной позиции. И что еще мы заметили, проводя это исследование, что чаще всего они могут обратиться именно к работникам аппарата ВОК. Итак, в итоге мы узнали и сделали вывод, что член элиты, человек, который относится к элите, обязательно должен контактировать со сообществом слышащих. И элита почти, в элите все почти имеют образование, высшее, но работают они не только ВОК, они могут работать и в других сферах, работать в педагогике, работать экскурсоводами. И члены элиты большинство выходят из семей глухих и слабослышащих, но великолепно владеют жестовые речи. Единственное, есть исключение, что жестовые речи они могут, и есть случаи, когда они не совсем хорошо знают жестовую речь, и прекрасно имеют связи и отношения внутри сообществ. Элита, люди, которые относятся к элите, они в сообществе, в двух мирах, и в сообществе глухих, и в сообществе слышащих. И об этой теме, конечно, ее можно разбирать больше и глубже, и дальше, и точнее, но вот пока на сегодняшний день вот эти выводы, которые мы сделали. Есть ли у вас вопросы, которые вы хотели бы задать? Если есть вопросы, да, если есть вопросы. Ольга, дайте микрофон. Вопрос. 100 человек, которых опросили. Есть ли какие-то данные по регионам? Я села, переводчика не видно. 100 человек, которые вы опросили. По регионам разбивка есть? В процентном соотношении хотя бы? Мы не проводили, конечно, мы это не делали, но у нас входила элита из регионов, не только из Москвы, из Московской области, Санкт-Петербург, Новосибирск, Тула сделали мы, но точного процентного соотношения мы пока не делали. Ну, думаю, что нужно провести поглубже исследование. Спасибо. Заказ принят. Еще вопросы есть? Влад? Какая реакция была у элиты на ваше обращение к ним? Ну, в общем, я хочу сказать, что реакция была ожидаемой. можно сказать, что у них у всех почти одинаковая была реакция, у них было такое чувство, да, я элита, но, ну и что, кто-то сказал даже, ну и что, кто-то даже долго думал, не знал, что ответить на этот вопрос, согласиться с этим. Скажи, пожалуйста, реакция была та же самая, то есть она была реакция удивления, реакция удивления и неожиданности. Их причислили в число элиты. Неожиданности. Но кто-то был совершенно против, надо сказать. Против чего? Против того, что он не считал себя элитой, он полагал, что он такой же член сообщества, как и все остальные, но когда он начал задумываться, когда мы начали обсуждать, ну да, действительно, есть же люди в сообществе, которые делают много больше, чем все остальные. Евгений, пожалуйста. Там нет микрофона, не слышно. У меня вопрос. Будете ли вы объявлять фамилии и список этих 17 представителей элиты? Нет. 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 К сожалению, это конфиденциальная информация. Да, мы обещали, что это будет информация конфиденциальная. Еще есть вопросы? Скажите, пожалуйста, вот эти 17 представителей элиты, какого они возраста, какого они пола, можете дать эту информацию? Пожалуйста, предоставьте информацию, какую-то хотя бы краткую, о том пол, возраст. Ну, от 35 и выше. Но еще были представители от 24 и старше. От 29 и выше. Можно сказать, что где-то 50 на 50 это мужчины и женщины. Да, я тоже согласна. так, еще. Здравствуйте. Можно сесть. Хорошо. В элиту входят ли люди, слышащие, которые внесли большой вклад в радиовиде общества глухих? Да, есть ли в этом списке 17 человек? Есть слышащие представители? Да. Кто действительно внес вклад в развитие сообщества глухих? Из этих 17 человек слышащих не входит. Кода не входит. Только глухие и слабослышащие. Но когда мы проводили опросник, опрос, то среди глухих указывали на детей кода либо на слышащих. Но вот в эти 17 человек слышащие кода не входили. Да, это удивительно, но это так. Спасибо. На ваш взгляд, да, я сяду, чтобы переводчика была видна. На ваш взгляд, элита и лидеры, это одно и то же или нет? Просто мы тоже проводили небольшое исследование, и в некоторых сообществах глухих лидерами являются люди не с такими качествами, как были, например, сейчас на слайде высшее образование, владение русским языком. Все-таки элита и лидеры рассматривали ли эти показатели то же самое это или разное? Я могу ответить. Да, действительно, сначала у нас были предложения назвать этих людей лидерами, а потом у нас были тоже разговоры по другой терминологии, но все эти терминологии не очень подходили к теме нашего исследования. И термин элита, который мы взяли, он тоже очень спорный. Это понятие и определение но оно было все-таки самым подходящим, потому что элита и лидер это абсолютно разные понятия. Лидер, лидером, скорее всего, может быть человек. Ну, в общем-то, любой человек может быть лидером. У него есть своя группа, как вы говорили, который он будет лидером, и есть какие-то критерии, которые могут к нему относиться или не относиться. Вы опрашивали людей. Думали, объясняли вы этим людям термин элита. Когда вы опрашивали людей, и они понимали, что это за термин, с которым вы обращаетесь? Да, мы сначала объясняли им, что это такое, что это значит элита. Объясняли человеку, чтобы не было разночтений, и потом мы начинали опрос и опрашивать его. А как вы объясняли им это понятие? Мы сначала рассказывали, что это группа, что у них есть статус, чем они занимаются, что они активно развивают сообщество. Вот все то, что мы сейчас рассказывали, то же самое мы рассказывали индивидуально людям. И когда мы понимали, что они это понимают, мы начинали тогда дальше проводить опросы. Люда? Всем привет. Спасибо большое. У меня вопрос немножко следующий за вопрос Ольги. В некоторых теориях элиты воспринимаются как какое-то закрытое сообщество, которым трудно найти вход. То есть это как раз от лидеров, возможно, их отличает какая-то закрытость. Обнаружили ли вы и думали ли вы над закрытостью? Или это все-таки сообщество глухих работает по-другому и закрытости здесь нет? Особенно, когда вы связи анализировали, вы же там замечали, кто с кем взаимодействовал. Поэтому вопрос в том, есть ли закрытость у сообщества глухих, как, например, у сообщества свыщих. Да или нет? И может быть другой какой-то сомневающийся ответ. Спасибо. Я могу ответить. Можем высказать свое мнение. Когда мы провели исследование, темы закрытости мы не исследовали. То есть мы не ставили этот вопрос, поэтому, наверное, мы не можем на него сейчас ответить. И сравнить с сообществом слышащих мы не можем. Сначала нужно изучить сообщество глухих и потом посмотреть и сравнить, как это с сообществом слышащих. После того, как мы окончательно сделаем исследование, тогда можно будет провести сравнение. Это будет интересно. Во многих регионах, к сожалению, дети, подростки и родители даже не представляют ресурса в столице, что глухой или неслышащий, слабослышащий ребенок может прекрасно получить образование и заниматься спортом, культурой, творчеством. Вы как-то планируете видео или рассказывать в маленьких городах, чтобы появилось у этих детей, подростков и, в принципе, может быть, взрослых, людей какая-то надежда на то, что можно приезжать, получить образование или просто те же самые экскурсии. Это интересная идея очень. И мы обязательно это обсудим и, наверное, примем решение. Большое спасибо за идею. Таня, у меня вопрос. Мне нужно встать? Видно? Хорошо. У меня вопрос по списку. Есть ли там блогеры известные? Не знаю, как точно обозначить жестовым языком, но в этом списке есть ли блогеры? В трехстах. В трехстах. И из семнадцати есть ли блогеры? Можно я дополню ваш вопрос? То есть из трехстах имен есть ли блогеры и есть ли в семнадцати блогеры? Из трехстот человек есть блогеры. Есть блогеры. Из трехсот есть блогеры. Но в эти семнадцати блогеры не входят. Не входили. Нет, не входили. Получается, что из 300 человек, которые мы получили, на которых указали все остальные, были блогеры. Но получается, что эти блогеры не смогли попасть в этот топ-17. Но они приблизились, 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 но не попали. Я бы добавила еще, что мы, в общем-то, блогеров не включали в этот список. Мы немножечко отделили их в другую категорию, хотя на них указывали люди. И, в общем-то, к понятиям элиты блогеры немного соотносятся, потому что это отдельная категория, и в наши исследования они не очень входили. Но это все-таки они относятся к сообществу глухих. Вообще, мне кажется, да, можно было их отнести. Да, еще один вопрос. Я, да, видно. Если мы берем человека, относящегося к элите, этот человек будет популярен, будет каким-то образом себя пропагандировать, войдет ли он в элиту или нет. Но он не будет иметь образование, но будет у него средний уровень образования, может ли он без образования войти в элиту? Мне кажется, важно уточнить, да. И мы сейчас делаем вывод, который есть, и поэтому есть образование, может оно влиять. Вот то, что вы спрашиваете, они не могут сейчас ответить, потому что те исследования, которые были проведены, ответ был дан на те исследования, которые были проведены. То есть ребята не эксперты в этом отношении, они сделали исследование, все, что они исследовали, они рассказали. А за того, не за того, они сказать не могут. Но нужно добавить, у 16 человек есть высшее образование, и только лишь один человек закончил колледж, и он смог войти в элиту. Один вот смог. У меня есть два вопроса к вам. Первый вопрос, он был очень интересным, может быть, вы сказали об этом, может быть, я пропустил, но я тогда уточню. Как вы проводили исследование? У форума это было, и вы рассылали эту анкету. И второй вопрос, как вы отбирали людей, либо это все-таки люди сами подали заявки на участие в этом, в кружке? Все участвовали в исследовании, для того, чтобы войти в исследование, в исследование, это не кружок. Исследование было проведено через опросник. В гугл-форме мы отправляли этот опросник, а второе мы опрашивали элиту тоже через гугл-форму. Мы сами считали, собирали эти сведения, и там, и там получали ответы, изучали эти ответы, и определяли, сколько голосов, каков был процент, и таким образом мы все это уже рассказали вам. Это первый вопрос, на который я ответила, и второй вопрос. Да, ты уже ответила на него, это опрос через гугл-форму, как вы проводили исследование, и выделили это 17 топ, и потом уже лично писали каждому и просили дать дополнительные ответы на вопросы. Ну, верно. Еще есть вопросы? Так, он уже ответил на этот вопрос, он уже ответил на вопрос, который писали, людям писали, вот этим 17 человек, которые выделили, писали напрямую. Напрямую писали, да. Да, передавали информацию им лично, да, лично срабатывали, работали все над этим. В гугл-форму обращались либо лично, встречались и проводили опрос. Спрашивали мнение о том, почему были названы эти люди, которые были соотнесены с элитой, и потом уже 17 человек лично отдельно заполняли нам другой опросный лист. А у меня микрофон уже. Ну и ладно. Нужен микрофон? Вы говорите. Там человек говорит. Мне интересно, по каким признакам вы поняли, что этот человек относится к элите? Еще раз повторяю. По каким признакам, критериям вы понимали, что человека можно отнести к элите? Да, опубликовали опросник, отправляли ссылку, и люди называли эти имена, и за кого больше голосов отдавалось, таким образом люди вошли в элиту. Я рассказывал. Первый вопрос какой был? Первый вопрос был. Первый вопрос. Мы просим написать имя человека, который относится к элите, и почему вы этого человека выбираете в элиты, и просим указать его возраст. Все. Ответов было очень много, и мы считали проценты, потом выбирали топ-18, и составляли уже отдельный список по этим людям. Каков у них слух, как они себя идентифицируют, где они работают, какое у них образование. Очень много было вопросов уже к этому топу-18, и результат сегодняшний мы вам уже рассказали. У меня есть вопрос. Планируете ли вы следить за этим представителем элиты, и потом вернуться лет через пять к новому опросу? Можно попробовать. Вы сначала обсудите, а потом скажите. Вы не сразу говорите, что да. Нет, ну потому что мы сразу сообразили, сразу поняли. Почему 18 человек отказался заполнять опрос на лист? Ну, у него есть свои личные причины на это. Он не посчитал себя элитой? У него есть свои личные причины. Был отказ, и все. Мы не разбирали. Он не согласился? Нет. Пожалуйста, сейчас не говорите на жестном языке, потому что мы не понимаем, хотите вы задать вопрос или вы просто обсуждаете. Если есть вопрос, поднимите, пожалуйста, руку. Представьте, пожалуйста, кто из вас, кто глухие, слышащие, слабослышащие, мы не поняли. Мы можем рассказать на себе, да. Это Анна, Ника, слышащая. Глухая, Аня. Глухой, Якода. Данила, глухой и Якода. Все из Москвы. Пожалуйста, этот вопрос, да, можно уже обсудить как-то лично. Наверное, мы ищете какие-то вопросы, которые интересны аудитории. Ольга. Я не заметил, я не заметил так. Сейчас я дам вам слово. Каковы веские причины не показать список сейчас аудитории? Вот, говорит, этические. С точки зрения социологии хочется весомые причины. Кто хочет ответить? Ну, отвечайте вы тогда. И сразу, а был ли вопрос этой элите, готовы ли они, ну там, не знаю, согласие о неразглашении, или наоборот, согласие о том, что их фамилии потом появятся в списке? Был такой вопрос или нет? Ответ на первый вопрос. У нас, мы не можем вам показать этот список, потому что его здесь нет сейчас? Нет, 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 нет. И второе? Нет, 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 нет. Нет. Ответьте на вопрос, пожалуйста, передайте микрофон. И, во-вторых, мы не спрашивали у представителей элиты, вошедших в топ, возможность, возможно, мы подумаем об этом? Мы просто написали, что все ваши ответы будут конфиденциально анонимные. Мы заранее их предупредили, все, и они знали, что мы рассказывать, уточнять, указывать имена, фамилии каждого не будем. То есть это заранее было обговорено. Спасибо. Вопрос такой. Значит, вы задали вопрос людям, всем желающим или по какой-то выборке, кого бы они отнесли к элите среди сообществ глухих. И при этом вы не объясняли людям, что вы имеете какое-то там представление, что такое элита. То есть люди сами предлагали фамилию и писали объяснение. Так я поняла из нескольких ответов. Теперь, значит, если вообще говорить о теории элит, то существует много разных определений, что такое элиты. И в головах у людей тоже есть разные представления. В основном, вот если просто спросить людей в России, кто относится к элитам, скорее всего, будут говорить о политических, о политиках известных. То есть это самое расхожее представление о том, что такое элиты. Вы вот упоминали, что ваша полученная, отобранная элита, отборная, они в ВОГе работают, или же они в культуре, в образовании. То есть это не политическая элита. Это люди, которые, может быть, культурной элите их можно отнести. В каком-то смысле, да, это политическая, потому что они влияют, они принимают решения, влияют на какие-то решения и так далее. Но, значит, меня тут два момента смущает. Первое. Вы, в некоторых ответах, вот в комментариях, вы сказали, что вы, когда брали интервью у этих представителей элит, или вы их опрашивали, вы им сначала объяснили, что вы понимаете. Ну, не знаю, вы сказали, что там у вас было объяснение в начале, а потом уже люди отвечали. Объяснение того, что, на ваш взгляд, ожидается от представителей элиты. Помогать, продвигать интересы сообщества. А это как раз самое интересное было бы узнать, что они сами понимают. Так же, как и ваши первые, вот первый как бы сбор урожая, первые пошли, значит, собрали на лугу, растут цветочки. Там разные цветочки, и грибочки, и ягодки, вы все это собрали и классифицировали. Вот там самое было бы интересное, я не знаю, может, вы это сделали, но не рассказали еще, что люди понимают под словом элита, и почему они выбрали того, первого, пятого, десятого. Женщины там есть, мужчины в этой выборке, может, только мужчины, например. Они понимают под элитой только мужчин, женщин по определению не понимают. Или как-то еще они определяют, например, я выбрал этого человека, потому что он какой-то закон продвигает. Или я выбрал этого человека, потому что у него миллионный блогер он. То есть это самая интересная была бы классификация обывательской, обычных людей. Вот это мне интересно, как вы это будете ли вы это делать, например. Это было бы круто очень посмотреть, как понимает сообщество глухих элиту. Потому что дальше вы уже можете дальше классифицировать, типологию сделать. Ага, эти понимают, например, что эта элита выражает волю народа, сообщества. А эта элита, потому что он должность занимает. А это еще что-то. Как-то вот в этом плане. Сейчас я уже завершаю. И второе, конечно, сами представители элиты, было бы интересно узнать, а что они делают как элита. То есть понятно, что они идентифицируют себя там, вот вы показали нам американскую типологию идентичности. Как слышащие, как биокультурное, как еще. А что делают вот именно дальше уже. Вы какой теории элит придерживаетесь? Что это по Фуко, например, или там по, не знаю, по Паретто или еще как-то. Значит, и тогда вы или народная типология, там, ground theory, так скажем. И дальше, что эти представители элиты именно делают для кого-то. Занимают должность, продвигают интересы и так далее. Вот эту типологию хотелось бы узнать с точки зрения первого опроса, то есть массовый опрос, ну как массовый, 100 человек. И дальше уже сами, вот эти вот крутые, сами выбранные, отобранные, отборные. Вот что они как элита делают? Извините, если я, может быть, вы говорили, а я не услышала. Прошу прощения заранее. Кто из вас ответит? Я хотела вначале сказать, может быть, кто-то из ребят продолжит, но я хотела сказать следующее, что в сообществе глухих даже жеста элита нет. Как глухим сказать это слово, это понятие, если они не знают этого слова. Поэтому вначале, конечно, мы объясняем, мы выбираем и объясняем людям, что это значит. Они смотрят это объяснение и сами понимают, и сами включаются. Вы показывали, давайте вернемся. Проблема в том, что нет даже жеста самого, жеста аналога слова. Может быть, люди понимают смысл, понимают, а может быть, и нет понимания этого. Поэтому и в этом была проблема. Нужно было сначала это объяснить, начать с этого. А потом, когда уже у людей появляется понимание, что это значит, смысл, тогда уже можно вскрывать глубинные и проводить исследования. Вы правильно сказали, что надо разделять, допустим, типы, идентичность, кто понимает так. Для начала нужно, допустим, нам, как мы это воспринимаем в этом направлении. Правильно я понял, что вы в самом начале объясняли вот этим человеком, не прося у них сразу назвать представителей, а сначала объясняли им понятия. Мы сначала хотели записать видео, чтобы было всем понятно, чтобы это объяснение было одинаковое. Или вы говорили, если есть такое понятие элиты, то есть вы объясняли на жестовом языке. Да, семантическое значение этого понятия. Да, объясняли на жестовом языке. И я бы еще добавила, что, например, если человек не понимал понятие элиты, а кто-то понимал понятие элиты, относящиеся к благосостоянию. И кто-то понимал понятие элиты по-другому. И это было действительно у наших опрашиваемых. Поэтому для того, чтобы было общее понимание этого термина, семантическое понимание, вот тогда мы начали давать пояснение и указывали на расшифровку этого понятия, кто подразумевается под понятием элита. А кто? Как вы на жестовом языке объяснили? Вот если бы вы сейчас нас стали опрашивать, вы бы нам сказали, кто, по вашему мнению, является элитой. Но как бы элиты с вашей точки зрения, исследовательская группа понимает под элитой, что тогда мы хотим. Потому что мы все разговариваем, используем слово элита, и каждый по-своему понимает. Да, мы в начале говорили, извините, у нас в самом начале, в самом начале мы говорили, Валя специально начинала с этого, что у нас было определение, кто такой элита, кто такой человек, который относится к элите. И было вот это объяснение, вот здесь это сейчас представлено. Но жест показывался совсем по-другому. Важно сказать, что в анкете у нас было написано и по-русскому, и русский язык был прописан, и жестом мы показывали. У нас не осталось больше времени. Большое вам спасибо за ваши вопросы. И я думаю, что комментарии Елены Ростиславовны и вопросы, которые прозвучали, и вопросы, и пожелания для того, чтобы рекомендовать в других городах. В общем, вам есть чем заняться. Вы обещали, что пять лет будете заниматься исследованием тех представителей элиты, которые были названы. Итак, спасибо вам большое. Спасибо. 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 Спасибо.